Это применяется в любых сферах. Это применяется, например, для изготовления винта с самолета, вертолета, квадрокоптера, для изготовления дверных карт или, например, даже защиты голени для велосипедистов. А еще для гербовой бумаги и документов. Полный спектр применения композитных материалов намного шире. По своим свойствам он не уступает бетону или железу. К примеру, арматура из композита может быть намного лучше стальной. Все тонкости работы с материалом и полный цикл его обработки нам рассказали в Центре компетенции и его открыли на территории Института авиационных технологий и управления УГТУ. Здесь планируется, во-первых, обучать студентов наших, которые уже учатся у нас в Институте авиационных технологий, а также создавать профессионалитет, то есть приглашать заинтересованных лиц, которые хотят пройти обучение по изготовлению деталей из композиционных материалов. А узнать предстоит многое. К примеру, как укоротить пластик, как работать с 3D-принтером. Именно на нем печатают исходную деталь. Ее, в свою очередь, в Центре компетенции могут создать с нуля по чертежам или же реконструировать уже готовую. Например, деталь создана в 70-х, документации на нее нет, есть только она. Мы ее сканируем, получаем модель, в дальнейшем мы с инжинирингом создаем точно такую же копию, с которой уже в дальнейшем можно работать как в направлении аддитивных технологий, так и в направлении классического изготовления этих деталей. До распада СССР именно наша страна была мировым лидером по разработкам в области композитных материалов. До массового производства тогда дойти не успели. За следующие десятилетия хватка в освоении ослабла. Своих композитов в России осталось лишь 3%. Сейчас в регионе активно развиваются профильные производства, а для них необходимо подготовить рабочие руки. Речь идет о полутора тысячах специалистов. У нас в Ульяновской области исторически сложилось так, что большое развитие получило отрасль композитных материалов. Работают такие крупнейшие предприятия, как Авиастар-СП, как Аэрокомпозит. Есть в особо экономических зонах предприятия, их более десяти, которые именно работают в области композитных материалов. Рабочие места – это перспектива, которая ждет специалистов после обучения в Центре Компетенции. Его, в свою очередь, открыли при поддержке акционерного общества «Юматекс». Компания вложила свои финансы. А все потому, что ее руководство видит область как сильный промышленный центр. Поэтому логично, что нам стоило здесь появиться и через образовательные программы, но и в дальнейшем могут быть еще инвестиционные проекты. Еще одним партнером выступил Ульяновский технический университет. Интерес вуза в том, чтобы студенты могли получить практическую базу. Ректор УГТУ Надежда Ярушкина отметила, композитная отрасль – одна из самых важных для технологического прорыва и импортозамещения. Центр позволит проводить исследования и существенно расширить подготовку.